И он идет в тугал, антибюджет будет в голосовую. Мы заготовили несколько сценариев, но все они победоносны. Но наш сценарий был адекватен к поведению оппозиции. Если оппозиция повела себя так, сценарий был рассмотрения бюджета такой. Если оппозиция повела по-другому, сценарий был другой. Если по-третьему, то есть на все, я бы сказал, выдрыки оппозиции у нас были адекватные сценарии разработаны. На сигнал, на вот этот беспрецедентный, я бы сказал, выход к оппозиции, связанного с нанесением увечья. Я еще раз хочу сказать, это беспрецедентный случай. За всю историю украинского правонаризма было нанесено увечья депутату Аквартии регионов, который сидел на месте, он не выходил. Можете сказать, что там? Я не знаю, там на расстоянии синемоза. Там страшная, там страшная. Там сейчас скорая помощь и так дальше. И говорят, что это. А кто ударил? Мы, извиняюсь, с оппозиции, да. Узнаете, когда мы непростоянно снимем, и когда его в тюрьму на 7 лет посадят, вот тогда узнаем. А они говорят, что кто-то из... И это беспрецедентный случай был, да. Да, и поэтому, естественно, адекватная наша реакция была. Но бюджет был принят. Я вчера это говорил, что нас ничего не могут остановить. Если мы сказали, что будет проголосовано, хоть камни с неба будут падать. У нас слово с делом никогда не расходится. Мы же не полтуны на площади, на Майдане, которые языка не мелят, а людям ума не могут дать. Уже киевляне к вам приходят и говорят, ну снесите этот Майдан. А я говорю, чего? Вы же кормите таких людей. Зачем сносить? Вы их кормите. Он говорит, ну мы терпели, пока крысы по Майдану бегали. А когда уже крысы начали по подъезду у нас бегать, он говорит, ну это уже беспределство. Там вот крыс больше, чем людей на Майдане. Я говорю, нет, дорогие. Вот вы теперь, как говорится, громада Киева, обладитесь к Лешко. Они говорят, а при чем Лешко? Лешко скажет, где вилы взять? Берите вилы и сносите к чертовой матери Майдана. Власть тут ни при чем. Я думаю, громад Киев скоро этот Майдан вписет к чертовой матери. Скажите, пожалуйста, а вот там в оппозиции говорят, в ударе говорят, что кто-то из фракции регионов на женщину руку поднял? Я еще раз говорю. Говорят, то ваша бабушка сказала. А то, что избили, а то, что не просто избили, нанесли.